Аниме целая культура, рожденная в Японии. Стерлитамаки немало ее поклонников, но только одной школьнице Анастасии Гладышевой удалось открыть выставку своих аниме-работ. Наш корреспондент Ксения Степанова побывала в гостях у юной художницы. Мой любимый рисунок. Я его нарисовала в 2014 году. Дима и Ди – особенные персонажи для Анастасии. Девушка нарисовала их, вдохновленная мистическими рассказами. В обычных рисунках они у меня все просто стоят и ничего не делают, а тут вот как бы видна какая-то страсть, наверное, так как они друг друга любят. Анастасия рисует простыми карандашами, затем обводит контуры и закрашивает детали специальными фломастерами. Краски не использует, иногда предпочитает графический планшет с эффектом рисования на бумаге. Одна из основных особенностей аниме – неестественно большие глаза персонажей. Нос и рот обычно изображаются несколькими волнистыми линиями, за исключением моментов, когда персонаж говорит. Аниме, оно отличается от американских мультиков с сюжетом и смыслом. То, что я вот иногда смотрю по телевизору, эти все американские мультики, они бессмысленные, абсолютно бессмысленные. А вот в аниме как бы имеется и сюжет, и скрытый смысл, и какие-то поучительные стороны в этом имеются. Рисовать Анастасия начала с первого класса. Больше всего ее привлекают мистические и фантастические сюжеты. Лейси, Аллен Уолкер и Ди Грейман – любимые герои. Рисуя аниме, главное передать чувства и эмоции, которые испытывает персонаж, отмечает девушка. Кстати, недавно в одной из городских библиотек города она открыла персональную выставку рисунков. Всего около полусотни работ. В основном персонажи вымышленные, но есть и срисованные с японских аниме. Мечтает Анастасия о том, чтобы когда-нибудь хобби стало работой. Надеемся, одна из отечественных компаний по производству комиксов разглядит в девушке перспективного иллюстратора. Ксения Степанова, Игорь Яковлев, Стерлитомак, Службностей.